По словам руководителя управления энергетики ЖКХ Ержана Иманзаипова, согласно дорожной карте, до конца 2019 года будет решена задача по стопроцентному освещению улиц Павлодара, Экибастузы и Аксу. Глава региона порекомендовал завершить эту работу до конца текущего года. Тем более, если решится эта проблема, легче станет внедрять видеонаблюдение на улицах городов. К примеру, в областном центре планируют завершить внедрение пилотного проекта облачного видеонаблюдения. В рамках которых планируется установить 1600 камер видеонаблюдения. Здесь мы совместно с Акиматом хотим проработать вопрос, чтобы в рамках программы Smart City, умный город, возможность была контроля данных видеокамер. То есть, каждый может взять логин, пароль. Отметив, что управление энергетики ЖКХ имеет свое ведение работы до 2021 года, глава региона потребовал от Акимов городов и районов, чтобы и у них были далеко идущие и четкие планы. Управление энергетики ЖКХ имеет свое ведение на реализацию своих программ до 2021 года. Вот Акимов городов и районов должны понять и у себя такие программы сделать, чтобы вы видели и знали, не только в этом году, что у вас будет делаться, а в 2019-2020 годах. Акимову сетажа подчеркнулся, по поручению главы государства каждому региону выделяются ресурсы. 5,7 миллиарда тенге по 50% из республиканского и местного бюджетов. И надо четко знать, где и какую дорогу надо отремонтировать. Все это должно быть отражено в местном проектном офисе. К слову, за год в Байнаульском районе собираются отремонтировать 175 километров дорог. Все конкурсные процедуры проведены и будут работать очень серьезные фирмы, заметил Булат Бакауф. При этом на транспортную инспекцию возлагается большая ответственность. Вот сейчас вот начнется паводковый период, очень жестко будем. Мы три машины купили для того, чтобы перегруза не было. Очень жестко смотреть и сохранить дороги должны. Я вам приводил пример Белоруссии. Губернатор говорит, у меня любой китаец, который заезжает, китаец мы называем, вернее, машины эти, шансиманы, грузит на платформу и везут его по степным дорогам. До карьеры догрузили, выгрузили. Вот если мы начнем чутку, мы завтра в Баяновол сделаем дорогу, и чтобы нам ее через год разбили. Как сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ермурат Турханов, за два года основные областные дороги будут отремонтированы. По его словам, на их ремонт и содержание в регионе выделено около 14,5 миллиардов тенге. В Павлодарской области на сегодняшний день в удовлетворительном состоянии 78% дорог. В этом году планируется довести до 80%. Мурат Белмажит, Досимбек Токай, Ертас Информ. Субтитры создавал DimaTorzok